Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на вечернем богослужении Церкви Новая Жизнь. Добро пожаловать! Я бы хотел начать это служение с цитирования места священного писания из послания к римлянам апостола Павла, 8 главы 15 стиха, где Павел обращается к верующим Рима. Но вы приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Оч. Аба – это древнеарамейское слово, которое буквально означает «папа». Вот буквально так мы можем обращаться к нашему Небесному Отцу. Мы можем прославлять Его, благословлять Его, приходить в Его присутствие, открывать свое сердце для Него. И давайте сегодня мы будем обращаться к нашему Абби, к нашему Папе, открывать свое сердце для Него, взывать к Нему и любить Его. Всем нашим сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, всей нашей душой. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Слышал я сотни историй о том, кто такой есть Ты, слышал я. Твой нежный голос любви в тишине ночи, слышал я, что Ты доволен, и что я негатив. Ты благословил, и что ты, слышал я, что ты, слышал я. Ты благословил, и что ты, слышал я, что ты, слышал я, что ты, слышал я. Ты благословил, и что ты, слышал я. Ты благословил, и что ты, слышал я, что ты, слышал я. Я любим Того. Вот кто я есть. Вот кто я есть. Кто я есть. Кто я есть. Кто я есть. Ты благословил, и что ты, слышал я. Вот кто ты, слышал я, что ты, слышал я. Вот кто я есть. Вот кто я есть. Кто я есть. Кто я есть. Субтитры создавал DimaTorzok Совершением во всех Тихих путях для нас Любовь такая сильная, не могу объяснить Мир такой чудесный, не могу говорить Но зовешь ты глубже нас, но зовешь ты глубже нас Кто ты есть, я любим тобой Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть Ты благой, добрый папа Вот кто ты есть, кто ты есть, кто ты есть Есть я любим тобой Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть Глупой такая сильная, не могу объяснить Мир такой чудесный, не могу говорить Но зовешь ты глубже нас, но зовешь ты Глупже нас, но зовешь ты Глупже нас, любовь Глупой Дух Святой Веди нас в полноту Божьей любви Веди нас в познание того, что есть широта Долгота, глубина и высота Божьей любви Чтобы мы могли со всеми святыми Прийти в полный мир возраст Такое слово Мужей и жен совершенно Исполнилась всей твоей полнотой Полнотой твоей любви Твоей отцовской любви Которая утешает нас Освобождает нас Исполнилась Твоя любовь Ты царь сердца моего Ты скала, куда бегу Ты источник, где я пью О, ты песня моя Ты царь сердца моего Станешь Жизнь Отдал Ты за меня О, ты песня моя Ты так Благо Благо Ты так Благо 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 Исполнилась Благо Титан пола Титан пола Никогда не подведёшь, ты не подведёшь меня Никогда не дашь упасть, моя рука в твоей руке Никогда не дашь упасть, моя рука в твоей руке Ты как мулак, мулак Ты как мулак, мулак Ты так мулак, мулак Ты так мулак, мулак Ты царь сердца моего Ты скала, куда бегу Ты источник, где я плю О, ты письма Ты царь сердца моего Лишь тебе укроюсь я Жизнь отдал ты за меня О, ты письма Да ты письма Я Да ты письма Я Ты письма Я Ты так мулак, мулак О, ты письма Ты так мулак, мулак Да ты письма Да ты письма Да ты письма чтоб пройти мне изгнала страх любовь твоя ты спас меня и я готов петь вечно что я ветер царя я не буду рабом греха ведь я дитя царя я не буду рабом греха ведь я дитя ведь я дитя дитя царя 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 Мы рады приветствовать вас на очередном богослужении. И вначале я хотел бы прочитать Деяние 4 главу, 29 стих. И здесь молитва апостолов, которые молились и просили, что ныне, Господи, дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. И 30 стих. Тогда как Ты, Господь, простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И знаете, когда мы служим, когда я служу, я верю, что когда мы говорим о Слове Его, когда мы провозглашаем, когда мы молимся, то Сам Бог, Он простирает руку Свою на соделание чудес и знамений. И, как написано в другом месте Писания, если Богу угодно наша жизнь, то Он и врагов наших примиряет с нами. И давайте вначале помолимся, чтобы Слово Божье звучало, чтобы мы могли Его слышать, и чтобы Сам Бог, Он простирал Свою руку и касался нас, наших родных, близких, все те нужды или переживания, которые есть в наших сердцах. Дорогой Господь, мы отдаем в Твои руки все, что сейчас нас тревожит или беспокоит. Мы молимся, чтобы, когда мы будем изучать Твое Слово, когда мы будем вникать в Твое Слово, чтобы Ты мог простирать руку Свою на соделание чудес и знамений. Ты, Господь, Ты обозреваешь всю землю, Ты любишь людей, Ты хочешь касаться, Ты хочешь исцелять, и это Твое сердце делать невозможное возможным, утешать кого-то. Господь, мы всецело отдаем это служение в Твои руки и просим, чтобы Ты делал несравненно больше всего даже, о чем мы молились или просили. Ведь мы не знаем всего, но Ты обозреваешь всю землю, Ты царствуешь над всей землей. Ты, Господь, Ты господин, и Ты царь, и все в Твоих руках, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, драгоценные, я хотел бы сегодня, в продолжении того, о чем сейчас начали говорить, заметить такую вещь, что часто наши молитвы, как будто бы мы молимся, бывает много молимся, бывает долго молимся, и, ну, создается иногда такое ощущение, что как будто бы Бог не отвечает, как будто бы он не слышит, как будто бы он где-то задерживается. И мы начинаем так, эдак, мы просим, мы пытаемся вымолить что-то, мы как дети можем конючить, и у нас есть разные, можно сказать, формы молитв, мы, кто-то там, может, даже требует или упрекает Бога. И создается такое ощущение, как будто бы мы хотим, чтобы Бог исцелил, а как будто бы он нет. Но на самом же деле это не так, ведь мы знаем, что наш Бог, он человеколюбивый, он хочет, он гораздо добрее нас, он хочет исцеления гораздо больше, чем мы, и он знает, как его дать. И он скорый помощник в бедах, он любит людей, он многомилостивый и долготерпеливый, он сына своего не пожалел ради нас, ради того, чтобы исцелить нас, наши души, наши сердца. Он обозревает всю землю, он ищет людей, он хочет примириться с людьми, то есть вообще все Евангелие, по сути, о том, чтобы примириться с людьми, чтобы люди приняли его, чтобы пришло и благословение, любовь, исцеление, восстановление семей. То есть Бог благой. И зная это, все-таки, скажем честно, значит, получается, что Бог отвечает, и отвечает в принципе сразу. Мы знаем в Писании, что Бог не молчащий. В Его устах ответ. Он нам отвечает вопрос только, может быть, мы не способны услышать или воспринять Его ответ. И одна из вещей, на которую я бы хотел сегодня говорить, это принятие. Я верю, что Бог сразу отвечает. Я верю, что Он слышит. И тут вопрос, ну, только во мне. Где-то Он во мне, этот вопрос, когда я услышу, где, как, восприму я то, что Он мне скажет, или не восприму. И в начале, я просто еще бы хотел зачитать одно место, Иоанна 8 глава, 32 стих, там написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И вот в начале, чтобы настроить наши сердца на то, чтобы мы могли услышать Божий ответ, могли принять Его, могли воспринять Слово от Бога, все равно очень важно наш настрой. То, как мы настроены. И вот здесь говорится, познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, там много переводов, даже чистыми там. Что такое свобода? Свобода, это когда ты очищаешься от чего-то, ты убираешь что-то, ты освобождаешь место для того, чтобы Бог мог сказать тебе что-то, например. То есть, ты как бы пустуешь немножко, чтобы Божье Слово, оно могло не только в разуме в виде информации остановиться, но оно могло опуститься глубже в твое сердце и дать тебе надежду, исцеление, понимание, осознание каких-то вещей. И вот мы ищем часто то, что нам что-то дадут, нам дадут новое слово, новую информацию, новый какой-то метод, а вот еще вот так вот сделай и получится вот это. Мы живем в век слова, в век информации, и мы уже, можно сказать, так запрограммированы, мы все чего-то ищем и думаем, так, вот это вот нам еще вот дадут, и тогда мы сможем. А вот тут вот еще вот новая методика слышания, а вот тут новая методика услышивания, а вот здесь новая методика еще чего-то. И мы настолько уже насыщены, что зачастую мы даже не способны уже переварить то, что мы слышим. Мы ищем, что нам что-то дадут, у нас век потребления, и истина заключается в том, что сейчас ты уже имеешь все потребное для жизни и благочестия, если ты отдал свое сердце Богу, Бог в тебе, и Он уже дал тебе все потребное для жизни и благочестия. Не недостаток знания проблема, а избыток знаний. Вот в чем сейчас проблема. Проблема, что мы, наш разум, наша голова, она забита таким количеством информации, что мы уже даже разобрать не можем, что из нее хорошо, что плохо, где истина, где ложь. Все новое мы считаем хорошим, все старое отжившим. Наши головы наполнены вот этими теориями разными. И пользоваться здравым смыслом, слышать слово, это не добавлять информацию. Я бы очень хотел, чтобы сегодняшнее служение не добавило вам информацию, а напротив очистило нас, наши сердца, наши головы, потому что слово Божье, познание истины, оно освобождает, оно очищает нас, оно делает нас чистыми, чтобы мы могли воспринять Божье действие и Божью любовь в свое сердце. это сродни мытью полов или посуды, когда у нас грязные полы, мы моем, мы убираем все, мы убираем все грязное, то есть вернуться к своей сути, к тому, что внутри нас. И вот Якова 1,22 апостол нам говорит, будьте же исполнители слова, не слышите ли только обманывающие сами себя. Когда мы только слушаем, мы обманываем сами себя. Почему многие и бывают мучаются, кричат, говорят, я уже тысячу проповедей посмотрел, я переслушал тысячу лекторов и всяких книжек перечитал. Где ты, Господь? И дальше Яков говорит, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Но кто вникает в закон, совершенный закон свободы и пребывает в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании, или в своем действии. И мы все хотим быть блаженными в своем действии, мы хотим видеть благодать, видеть все это. Яков предупреждает нас, вокруг нас зеркала, вокруг нас слово, это зеркало, наши родственники, родные, близкие, это как будто бы зеркала, которые только пытаются обратить наш взор к себе. Нам нужна своего рода перезагрузка. Что такое перезагрузка? Это возвращение к исходным данным. А какие у нас исходные данные? Вечные, неизменные, что Бог благ, Бог не дает испытаний сверхсилы, Бог человеколюбивый, многомилостивый, и волос нашей головы не падает без его ведома. То есть вечные ценности вечного Бога, который царствует над всем, который правит над всем. И самая, наверное, основная мысль, которую я сейчас произнесу, что все трудности, все испытания, все, что вокруг нас, люди, ситуации, все это только для того, чтобы мы научились любить, чтобы мы нашли эту любовь в себе, в Боге, все вокруг нас, это только зеркала, которые показывают нам нас. И для примера возьмем Иова. 2 глава, 9 стих. Жена сказала ему, ты все еще держишься за свою непорочность, прокляни Бога и умри. Но он отвечал ей, ты говоришь, как безумная, разве мы должны принимать от Бога только хорошее и не принимать плохое? И во всем этом Иов не согрешил ни словом. И вот та вещь, о которой я хотел бы сегодня говорить. Принятие. Иов, мне кажется, в этой одной фразе он дал нам ключик. Этот ключик называется принятие. Иов говорит, что мы только хорошее будем принимать, а то, что мы не понимаем, мы так устроены. Если нам что-то не нравится, мы так научены с детства, не хочу, значит, не надо, не нравится, отвергаю, что-то, что не по мне, все, это не мое, друг что-то сказал, все, не друг, мы научены так жить, хорошее плохое, но у Иова было что-то, что сам Бог отметил в его жизни, все начинается с принятия. Если взять Новый Завет в Якова первой главе во втором стихе мы читаем с великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения. В Римлянам пятнадцатой главе в седьмом стихе мы читаем у другого апостола посему принимайте друг друга как Христос принял вас. Понимание того, что все от Бога я думаю это начальная точка для любого выхода из кризиса. Бог допускает кризисы, искушения, как мы только что читали для того всякие сложные ситуации, тупики, Бог, написано же, что любящим Бога все содействует ко благу, Бог по какой-то своей неведомой, непонятной нам может быть, непонятному для нас провидению, Он допускает разные ситуации в нашей жизни. раз Он это допустил, значит в этом есть какой-то благой план, выход, какое-то решение, еще что-то. И все, как мне видится, начинается только с одного, с принятия. Во-первых, принятие, что Бог, Он благой, Он добрый, Он все держит в своей руке, что нету второго Бога, что Господь царствует. Вот Он просто царствует, Он один царствует, никто не может к вам прикоснуться. И мы читаем в Писании, что дьявол не прикасается к помазанникам, потому что Бог ограждает их. Даже у Иова написано, ему сам дьявол говорит, ты оградил его отовсюду. То есть мы видим, что Бог царствует, Он один царь, Он все держит в своей руке, и все, что происходит, это только с Его ведома или с Его позволения, или как угодно, говорят, человеческим языком. Но первое, Бог, Он царствует, Он царь, Он все держит в своей руке. Понимание, что Бог в начале всего, оно приводит нас к тому, что именно Бог дал мне такую жену, таких детей. Бог дает людей, знакомых осознание, что Бог за всем этим царствует, оно уже дает нам возможность не разувериться, не отчаяться. Сделаю маленькое лирическое отступление. Вчера у нас с женой было 25 лет совместной жизни. И я так рад, что не только чувства, не только эмоции, не только любовь переполняла нас, но как в то время говорилось, мы женились, можно сказать, по откровению. То есть мы еще и спрашивали Бога, Господь, вот честно скажу, для меня много красивых людей вокруг, но я хотел, чтобы этот человек был для меня, то есть человек, которого Бог создал для меня. и Господь когда ты понимаешь, что этот человек от Бога в твоей жизни, то ты уже смотришь на эти трудности, на какие-то, как на то, что я еще могу сделать, что я могу сделать, что, что, Господь, можно еще сделать в этой ситуации, что пришла любовь, пришло исцеление, пришло решение каких-то проблем или еще чего-то. И вот, конечно, мне приходили мысли, что я ошибся, что я что-то не то услышал, как и все мы, но по большому счету все люди вокруг нас от Бога, их всех дал нам Господь, так или иначе Он послал и добрых и злых, как говорит Иов, и тех, кто нам нравится, и тех, кто нам не нравится по какой-то причине. Вопрос только, поймем ли мы для чего, зачем, что, Бог, ты хочешь нам сказать. Если мы вернемся к жизни Иова, то, знаете, у меня такое ощущение, что вся вообще драма, которая была вокруг Иова, она была только ради одного. Ну, вы прочитайте в начале, там написано, Бог с дьяволом, как будто бы решали. Бог говорит, да благословит он меня, такой замечательный, любит меня, благословит меня. Ему противник говорит, да не, вот ты только тронь его, сразу не благословит. То есть, по сути, все, что было вокруг Иова, только касалось его реакции. Благословит или не благословит? А вот давай вот это сделаем, благословит или не благословит? О, точно не благословит. Да нет, благословит. Все в его жизни, вот если так вот посмотреть, в общем, книгу Иова было только ради одного, ради реакции Иова. И мы видим, что Бог каждый раз это отмечал, он говорил, и в этом не погрешил Иов. И тут его реакция была нормальной, даже когда он плакал, даже когда он стенал, даже когда он задавал вопросы, даже когда он кричал в небо, он не погрешил, потому что он говорил, я хочу от тебя, Бог, услышать то, что ты хочешь сказать. Я понимаю, что трудно, я ничего может быть не понимаю, не знаю, как, что происходит, но Иов хотел только одного, он хотел, чтобы Бог сам пришел к нему и сам ему ответил на то, что происходит, чтобы он сказал ему. И это нормально кричать, это нормально плакать, это нормально не понимать. Ненормально это не принимать все это. если мы посмотрим на другого человека в Библии в бытие, 45 главе, 5 стихе, мы читаем про Иосифа, но мы все знаем, что прошел Иосиф, и не дай Бог, это страшно. Самые родные люди продали его, там, ну, зачем мне пересказывать, вы знаете все эти истории, и что говорит сам Иосиф? Он говорит, но теперь не печальтесь своим обидчикам, тем, кто его продал, из-за кого он так дико страдал, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня. Сам Иосиф все сводит к Творцу. Даже его братья боялись, что он им задаст. Но что-то произошло в жизни Иосифа, в жизни Иова. Что? Не то, чтобы не привело их к мести своим врагам и братьям и еще кому-то, а наоборот, они поставлены в первые ряды, и все на них ссылаются, смотрите на веру их, в чем же была их вера? В том, что они принимали Бога и то, что Бог производил в их жизни, вне зависимости от того, понимаешь ты все детали или не понимаешь, знаешь ты, как это произойдет, не знаешь. именно вот это принятие Бога помогло Иосифу любить своих врагов, помогло Иову не хулить Бога. Ну, конечно же, я не могу не сказать о Стефане или об Иисусе, потому что эти слова, они ну, как-то еще не до конца укладываются в нашей жизни, когда Стефан тех, кто бьет его, тех, кто убивает его, он говорит прости Господи, они не ведают, что творят. Ну, то есть, что-то в жизни Стефана было принятие Бога, понятие может быть, что Бог больше всего этого, что он прямо в момент смерти мог молиться о прощении и Господи прости этих людей, но сам Иисус нам показал этот пример и Стефану показал этот пример. Прости их, ибо они ведают, что творят. Господи, не вменим греха. То есть, и вот возвращаясь к нашей теме, может быть, особенно тем людям, которые сейчас переживают какие-то тяжелейшие ситуации в своей жизни, может быть так трудно и тяжело, потому что мы не принимаем Бога, не принимаем Его всемогущества, не принимаем то, что Он все держит в своей руке. И принятие это не значит смириться, это не значит согласиться, это не значит, то есть, мы сейчас поподробнее это разберем. Принятие это не искать виноватых вокруг себя, даже не искать виноватого в себе. Принять и поблагодарить Бога за все и всегда. В 1-м Фессалоникийцам 5-й главе 18-м стихе написано «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Зачем тут написал апостол слово «все»? Ну вот написал. В Ефесянам 5-й главе 20-м стихе написано «Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Всегда и за все. Потому что Бог всегда и за всем. Он стоит над всем. Он все держит в своей руке. Он не спит, не дремлет, Он все обозревает. Принять все. И принять это не значит смириться или соглашаться, или может быть понимать. Даже когда я не понимаю, я могу принять то, что Бог все держит в своей руке. Давайте рассмотрим еще один пример. Что сделал Бог, когда нашел тебя, когда нашел меня? Он не спросил, хорош ты или плохой. Он принял меня. Правда? Он обнял меня, он принял меня в свою семью. Он сказал, я люблю тебя, я создавал тебя, я люблю тебя, приходи ко мне, входи в мою семью, будь моим сыном. Что сделал Бог? Он просто меня принял. И вот тут самый главный вопрос, он принял меня, когда я стал хорошим, или когда я избавился от грехов, или он принял меня вот так вот, как я был в тот момент. конечно так, без условий. В этом чудо и самая основная вещь, я думаю, одна из самых, вот, о чем я сегодня хочу говорить, принятие. Принять, это что, значит, что Бог, Богу нравились мои грехи, что ли? Нет, когда Бог меня принял, это не значит, что Он одобрял мои грехи, или мои поступки. Но Бог принял меня. И что дальше? И Он, мало того, Он еще меня стал любить. Он благословил меня, Он и дальше больше, и продолжает любить. Мне кажется, что, как будто бы Он даже закрывал глаза на грехи, да, иногда создается такое ощущение, но это не так. Я думаю, точнее, если говорить, Бог как-то видит и разделяет меня от греха. Он видит меня, мою сущность, то, что Он создал, мой характер. Он видит меня, как человека, и Он очень любит меня. И в то же время, Он хочет отделить меня от того, что мешает мне самому видеть себя, видеть Бога в себе, да, или видеть Бога. То есть, в чем и суть освобождения, почему я говорил, что Слово Божье, оно должно проникнуть глубоко в нашу душу и разделить эти понятия, разделить, отделить тебя настоящего, того божественного, который нравится Богу, которого Он любит, которого тебе нравится, того доброго, прекрасного, замечательного, от всего того, что мешает или не угодно. Как же Бог так вот принимает? Как же Он так грешников любит? И касаясь слова принятия, я бы хотел прочитать вам некую определенную справку. конечно, я искал разные термины, разные что значит это слово, как его понимают, трактуют. Единственное, что хочу сказать в самом начале, чтобы вы не пугались, если встретится слово психология, может некоторые говорят психология это плохо, некоторые говорят, что это хорошо, это абсолютно не важно, потому что психология это инструмент. И все зависит от того, кто пользуется этими знаниями о человеке. И вот анализ психологической литературы позволил установить, что принятие является сложным процессом, объединяющим целых круг явлений. Так, в основе принятия лежит базовая открытость бытию, безоценочная, неискаженная стереотипами, негативными установками, страхами, иллюзиями, ожиданиями и другими вещами. Восприятие реальности такой, какая она есть. Также сторонами принятия является честное признание своих внутренних ограничений, того, что есть вещи, которые мы не в силах изменить, признание многообразия и многовариантности и инаковости всего сущего. И согласие с этим принятие это не пассивный акт, это активность, связанная с поиском форм существования, положительных аспектах, новых возможностей, основанием жизненных уроков и извлечением мудрости. Таким образом, принятие есть вершина саморазвития. В нем заключено переживание подлинности жизни. Оно умиротворяет, избавляет от бесполезной борьбы и страданий, избавляет от страхов и позволяет спокойно переносить неопределенность. Не то ли говорит Писание? Мир Божий, который превыше ума соблюдает ваши сердца в Духе Святом. Любите врагов, да, как это можно? А есть одно условие небольшое. Пока мы не принимаем Бога и то, что Он творит, и то, что Он делает, что это Он, и что Он лучше знает, и Он понимает лучше. Сразу же могу сказать несколько действий, как вот мы читали в Яково, будьте исполнителями слова, и вот как принять себя? Позволить себе быть таким, как есть, увидеть себя настоящего, без иллюзий, лжи, достоинства, недостатков, позволить себе быть собой, отказаться от борьбы с собой, успокоения или осуждения себя. То есть не это ли делает Господь? И сейчас дочитаем, и я просто поделюсь свидетельством. принять других позволяет им быть такими, какими они есть, признать их уникальность, не пытаться изменить их, переделать, не осуждать и не отвергать, даже за недостатки. Принять реальность, разрешить ей быть такой, какая она есть. Бог сотворил этот мир, Он сотворил людей, Он все создал. И мы можем только либо принять это, либо не принять. Он все во всем написано. Что мешает принятию? Страхи, запреты, осуждение, гордыня, какие-то другие вещи. Принятие прошлого, принятие настоящего, реалистичный взгляд на то, что ты не можешь изменить, и на то, что ты можешь изменить, на то, что зависит от меня, и то, что от меня не зависит. Не об этом ли мы учим каждый раз, говоря о Священном Писании? Принятие будущего как открытую книгу, в которой мы не знаем, как дальше будет, и где будет, и что будет. искреннее великодушное прощение всех обид, обидевших когда-либо. Покаяние это акт, который позволяет изменить свое отношение с неприятия на приятие. Принятие проблем как источник личностного роста, развития, принятия реальности. Значит, это возможность осознавать изменения, наоборот, искать, не сдаваться, видеть, верить, надеяться, что Бог не закончил это дело, Он любит нас, Он сказал, я буду совершать работу в тебе до того момента, как возьму тебя к себе. Он сказал, я держу тебя за правую руку, ничто тебе не повредит, но миллионы мест Писаний, которые говорят о Божьей любви, о том, что Он работает в наших сердцах, и наша задача только помогать, что ли, ему, согласиться с Ним, согласиться с тем, что Он делает, увидеть это в себе и в других, чтобы не противиться Ему, ведь все места, где мы видим, как израильский народ был отвергнут, почему он был отвергнут? Потому что они противились Богу, они думали, что это не Бог, Бог так не может. Искреннее и великодушное прощение всех обид. Безусловное принятие есть высшая форма христианской любви ко всему живому. Любовь это и есть безусловное принятие. Давайте я еще раз прочитаю. Безусловное принятие есть высшая форма христианской любви ко всему живому. Любовь это и есть безусловное принятие. И как вывод люди пишут, подводя итоги результатом этой работы, необходимо отметить, что именно ситуации кризиса отличаются глубоким, неподвластным человеку контролю, необратимым изменением, требующим от личности осмысления, терпения, гибкости и в конечном результате принятие, которое позволит выстраивать свою дальнейшую жизнь с нового уровня понимания. Принятие своего жизненного опыта, себя, окружающих, уникальности, своеобразия, со всеми достоинствами и несовершенствами, а также готовность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, без страхов, без осуждения, способствуют полному контакту с реальностью, с Богом, проживание подлинной жизни, установление прочных межличностных связей на основе взаимного признания, доверия, уважения, любви, что в конечном счете является результатом свидетельствующим о личности, о зрелости и о мудрости. Это пишут неверующие люди, которые иногда оказываются мудрее сынов света в своем роде. Бог использует людей всех на земле, чтобы только натолкнуть нас на себя, на свое слово, на то, что он хочет нам сказать. Он и китов использовал, и кого только он не использует, чтобы найти подход к нам. И самый, наверное, простой и близкий прием такого принятия это материнская любовь. Если мама принимает своего ребенка, она не может на него злиться. Она принимает его целиком, со всеми его... Это не значит, что она одобряет все, что делает ребенок, но принятие это что-то больше, чем разделять хорошее от плохого. Принятие находится в основе того, чтобы помочь другому человеку. и так Бог дает тебе, мне, Бог дал мне именно таких детей, которые у меня есть. Это его дети, это его люди, это его знакомые, близкие, все, что меня окружает. И дал Он нам таких детей, родных, близких, родственников, не для того, чтобы мы их меняли, а чтобы мы научились просто их любить. Как Он? Все вызовы подростков говорят только об одном. Есть ли хоть кто-то, кто любит меня здесь просто так? принять себя, принять любовь Божию, принять помощь. Есть, конечно, много разных форм принятия, но прежде всего принятие проявляется в реакции. Если ты принимаешь ребенка, ты уже не можешь на него злиться. Ну и по большому то счету, что мы можем изменить, кроме нашей реакции? Что меняется в нашей жизни? Как мы говорили про Иова, по сути-то все, что было у Иова, это его реакция, которая показывала Иову себя, и показывала окружающим Иова. И даже небеса смотрели на его реакцию. Проклянет или нет? Благословит? Нет? Может, спасибо скажет? Не, и спасибо не скажет. Или скажет спасибо. то есть по сути все, что у нас есть, это только наша реакция. Принятие это неотъемленный компонент любви. Любовь начинается с принятия. И я в свое время очень сильно, ну как бы так говоря, грыз себя. Я очень сильно мучился от разных угрызений совести, от того, что я там не так делал, от того, что я ошибался. и будучи таким очень кропотливым и очень дотошным человеком, я довел себя, можно сказать, до и физического, и психологического истощения. И у меня были срывы, и нервные срывы, и при том, что я еще очень горячий человек, я вам честно признаюсь, мне даже стыдно об этом вспоминать. Но все изменилось в доле секунды, когда однажды на одном молитвенном выезде Бог сказал, ты мне нравишься. Знаете, сразу же пришло какое-то принятие, принятие себя. Я знал, что Бог хороший, но я никак не мог принять себя нормальным и хорошим. Три слова Бог сказал, ты мне нравишься, я четко понимал, что речь не идет о моих грехах, речь не идет о моих проступках, речь не идет, речь идет о мне, вот том мне, которого я помню с детства, о том мальчике хорошем, речь идет обо мне, но абсолютно чистом, святом, прекрасном, добром и замечательном. в Божьем присутствии вы многие наверняка это переживали, если нет, то я молюсь, чтобы вы могли встретиться с этой Божьей любовью и с этим Божьим принятием, которое навсегда, в доли секунды может изменить всю вашу жизнь. И чудо произошло в том, что я сам после этого просто удивлялся тому, что даже когда мне хамили, в ответ не было ничего внутри, не было злости, она вдруг куда-то исчезла, исчезло раздражение. Это чудо, о котором я молюсь, чтобы все мы могли это переживать, могли это вспоминать, настраивать свои сердца, чтобы это было. И размышляя дальше об этом, я вдруг понял, что простить себя можно только из позиции прощенного уже любящего человека. Пока я себя не люблю, я ни себя не прощу, ни других. Но когда ты принимаешь Божью любовь, какая б она не была, в каких либо ситуациях, ты становишься самой частичкой этой любви. И когда ты находишься вот в этом состоянии, состоянии прощенного, любимого, тогда только ты способен любить. Многие спрашивают, многие переживают, как научиться любить, как простить врагов, что? Это невозможно человеку. И Иисус так и ответил, когда ученики спросили как прощать, да Господи, если такова обязанность по отношению к супруге, так лучше вообще не жениться, они сказали. На что им Иисус ответил? Человеком невозможно, но не Богу. Богу все возможно, и Бог и совершает эту работу в нас. Он говорит, да, ты сам не сможешь, но я могу дать тебе это, я могу научить тебя, только прими меня, прими мою любовь, свое сердце, прими меня, таким, какой я есть, прими все, без условностей, не только хорошее, принимай меня, и ты увидишь, что я уже сделаю в твоей жизни. Я четко понимаю, что Бог это совершил, что куда-то ушло раздражение, потому что я не способен был на это, я много лет бился, грыз себя, мучил, постился, молился, годами, можно сказать, десятилетиями, чтобы избавиться от гнева, избавиться от каких-то жутких вещей, угрызений совести. Но Бог хочет это сделать в нашей жизни. И только из позиции принятия мы можем получить эту любовь. И когда ты принимаешь, то ты видишь, что ты, как бы, вот это состояние любви, состояние принятия, оно является тем источником, который, в свою очередь, уже тебе дает силы прощать, не гневаться, не раздражаться, понимаете, и получается, что мы просим Бога, Господь, помоги, Господь, спаси, Господь, реши, Господь, исцели, а Господь говорит, да, да, я хочу это сделать, но у меня свой путь через тебя. Бог не избавляет нас от проблем, Он в этих проблемах приходит в нашу жизнь, наполняет нас любовью и говорит, а вот теперь ты покроешь эту проблему, а теперь твоя любовь сделает эту проблему бесполезной, и она уйдет из твоей жизни, а вот теперь твой мир, твой покой, Божий мир, Божий покой, понимаете, то есть действие Бога как будто получается изнутри, мы-то хотим, Господи, убери проблему, и Господь должен прийти и убрать, Господь говорит, с удовольствием, только я ее сюда поставил, эту проблему, чтобы из тебя пошли источники воды живой, чтобы ты был источником того, что эту проблему смоет с лица земли, что она перестанет тебя раздражать, она перестанет тебя задевать, тебе будет столько любви, написано, которая покроет множество грехов, из тебя потекут реки воды живой, ты будешь источником, которые смывают все на своем пути, все проблемы, все какие-то неурядицы, принимаешь ли ты всемогущество Бога, тогда надежда, она не уходит, если Бог все может и все держит в своей руке, тогда не может уйти надежда, он царствует, может конечно у дьявола, как считают некоторые, и была какая-то сила, но мы читаем в священном писании, Матфея 28 глава 18 стих, он сказал, Иисус сказал, подошел и заговорил с ними и сказал, мне дана вся власть на небе и на земле, он все, все с большой буквы, он все держит в своей руке, и волосы на нашей голове, все пересчитаны, И вот в завершении я хотел бы прочитать Матфея 5 главу 43 стих, сам Иисус говорит, вы знаете, что было сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего, а я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас, и в современном переводе написано только так, вы станете сынами своего небесного отца, потому что он велит восходить солнцу и над добрыми, и над злыми, он посылает дождь и для праведных, и для грешных, если будете любить только тех, кто любит вас, за что вам тогда награда, разве сборщики податей делают не то же самое, или если вы приветствуете только друзей, то что особенного делаете, разве язычники поступают не так же, так будьте же совершенны, как совершен ваш небесный отец. Любить Бога начинается с принятия, любить ближнего тоже начинается с принятия. Давайте склоним наши головы и помолимся. Дорогой Господь, мы читали Твое Слово, мы говорили о том, что самое важное на данный момент. Господи, мы молимся, чтобы мы могли услышать Тебя, мы могли принять Твою любовь и действовать, исходя из этой Твоей любви. Господь, я молю Тебя особенно за тех людей, которые в кризисных ситуациях. Боже, я знаю, что Ты открываешь источники воды живой в пустынях. Ты Бог, который все видит и все держит в своей руке и не дает испытаний сверхсилы. Ты, Господь, Ты царствуешь, Ты царь над всем, нет другого царя, нет никого, кто даже рядом бы с Тобой мог встать. Боже, мы молимся, чтобы мы видели Твой путь, мы видели, как Ты действуешь, что Ты делаешь здесь на земле и как Ты хочешь действовать. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все. Господь, мы благодарны Тебе за все и хорошее, и как нам кажется, плохое, и то, что мы не понимаем, и то, что не укладывается в нашем разуме. Господи, мы не можем всего понять, но мы можем быть благодарными, потому что когда мы благодарны, тогда мы принимаем Твое царство без условий, тогда мы Тебя любим без условий, не только тогда, когда Ты хороший, как нам кажется. Боже, молимся, чтобы эта благодарность никогда не ушла из нашего сердца. Всегда и за все мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя, и мы верим, что Ты простираешь руку Твою на соделание чудес и знамений, Ты делаешь несравненно больше всего, о чем мы помышляем или просим, и от нас зависит только один маленький шаг навстречу Тебе, с чистым сердцем, открытым сердцем принять Тебя, такой, какой Ты есть, хотя, конечно, Ты не можешь уместиться во всей полноте, но, Господи, Ты расширяй наши сердца, расширяй нас, чтобы мы могли быть подобными Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Я очень хотел поделиться своей жизнью с Вами, тем, что я переживал и как, что происходило во мне, и я прошу Вас, просто растворяйте эти слова веры, доверяйте Богу, и в конце я хотел бы еще призывать Вас к пожертвованию, и сказать, что это тоже шаг веры, это тоже принятие, довериться Богу, доверить свои финансы Богу, доверить себя Богу. Это тоже шаг начинается с принятия того, что Бог все знает, Он знает лучше нас, что, как, и как распорядиться, и как использовать эти финансы. Пусть Господь благословит каждого из вас. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 До новых встреч! copper лооо имен